Если кто не помнит или забыл, что у нас предлагает наш действующий закон об общественном обещании. Закон нам предлагает четырехлетний период переходной, предлагает некую норму, которая является а-ля гарантией 0,2% расходов общего фонда бюджета предыдущего года в качестве расходов на будущий год общественного обещателя. И после окончания переходного периода еще целый ряд, небольшой, правда, видов потенциальных доходов. О всех опасностях ориентации только на государственное финансирование, как мне кажется, очень удачно в своем выступлении на предыдущей панели сказал Борис Берген. Это действительно правда, потому что привязка в процентах к расходам в бюджетах любых стран в условиях кризиса, это очень опасно. Потому что, как бы мы того ни хотели, есть вещи, которые будут дорожать с каждым годом. Это тарифы, это заработные платы, это любые виды индексации обязательных расходов, которые будут иметь место всегда. Тем не менее, кризис неизвестный, когда закончится и неизвестный, когда заново повторится. Соответственно, уровень расходов канала, если мы говорим о канале, который надо развивать, его надо гарантировать, как по мне, еще более уверенно. И не ориентироваться только на государственный бюджет. Более того, я лично вообще являюсь противником государственного финансирования. И ориентация только на это. И на самом деле, вот в выступлении Ингрид, она сделала вот тоже довольно солидную работу, очень солидную работу, я бы сказал. То есть нам представили сейчас вот европейский опыт. И на самом деле, большинство стран, они как раз не привязываются к государственному бюджету, как к основному источнику уж точно, а некоторые страны вообще от этого выходят, в принципе. И в этом есть принцип независимости от государства. Потому что, как бы мы не выписывали 0,2% или 1%, поверьте, мы будем дальше ходить, отбивать пороги и Министерства финансов, и Кабинета министров, прося и выпрашивая эти деньги. Идеальна ли система нынешнего финансирования? Нет, она не идеальна. Так как финансируется сейчас государственное телевидение, по сути, по остаточному принципу и по принципу финансирования, частичного финансирования только защищенных статей, но это тоже неправильно. К сожалению, у нас в государстве, в правительстве, несмотря на то, что появляется много специалистов, иногда, то есть были такие правительства, когда в составе Кабинета министров было сразу там 3 или 4 собственника больших телевизионных каналов, с которыми можно было хотя бы о чем-то говорить. Но тем не менее, когда доходит до распределения денег государственного бюджета, на государственное обещание не хотят потратить ничего, но при этом хотят получить максимум. И это тоже неправильно. То есть надо, чтобы государство четко дало себе ответ. Если мы говорим о том, что у нас есть закон, который предполагает 4-летний период, и государство с доброй волей готово отправить этот корабль в самостоятельное плавание, чтобы он уверенно шел по своему курсу, то надо гарантировать и независимость, и надо обеспечить эту дорогую игрушку всем необходимым для того, чтобы она могла развиваться. И с тем, чтобы на 5-й год своего функционирования и дальше перестала просить деньги в том объеме, в котором она просит их сейчас. Таким образом, о чем бы я сейчас хотел поговорить. Первое. Я бы хотел, мы с вами сейчас должны выработать ряд рекомендаций для того, чтобы пакетно вносить изменения в действующий закон. Для того, чтобы он был максимально работоспособным. И для того, чтобы он максимально отвечал самой идеологии общественного обещания как такового. Я все-таки хочу спросить вот о аудитории. Действительно ли мы согласны с тем, что абонентская плата, которая была снята при внесении уже финального варианта закона в зал, и она отсутствует в нынешнем законе, она у нас невозможна. Или это все-таки не так, и стоит ее записать хотя бы как один из потенциальных видов доходов. Следующий момент – ограничение рекламных квот, которые выписаны в этом законе. И действительно ли оно должно быть так, должны ли мы общественного обещателя ограничивать каким-то образом в процентном соотношении по сравнению с другими обещателями. Следующий момент. Если кто не знает, я еще скажу, что относительно рекламных ограничений, нормы, которые выписаны в этом законе, абсолютно делают невозможными показ больших спортивных событий общественным обещателям. В принципе, ну даже вот сейчас Первый Национальный транслирует чемпионат мира по футболу. Они не смогут этого делать через 4 года, потому что закон однозначно запрещает и безапелляционно, запрещает им трансляцию любых проявлений алкогольных брендов. А как бы это странно ни звучало, но самыми большими спонсорами всех больших спортивных мероприятий являются пивные компании. Это касается и Олимпийских игр, кстати сказать, и любых чемпионатов мира и Европы и так далее. То есть мы таким образом или осознанно, или неосознанно, но убираем большого общенационального, кстати сказать, традиционного конкурента на рынке спортивных событий, каким являлась национальная теле- и радиокомпания, будучи членами Европейского обещательного союза и имея право, ну скажем так, первые брачные ночи на в основном все самые большие спортивные события Европы и мира. Последствием ИБИЮ. Следующий момент. Что делать все-таки с задолженностью, которая есть у государственных телерадиокомпаний? Она есть у всех. В том или ином виде. Ну, другими словами сказать, если мы выберем все-таки короткий путь трансформации организационно-правовой, то оплатит ли государство те векселя, которые сейчас есть? Или мы изначально создаем компанию новую, красивую, с новой структурой управления и с многомиллионными долгами и, по сути, сразу ее хороним. Причем долгами на всех уровнях, как внутри, так и за границей. Ну, и что касается независимости. На самом деле, в формуле государственного финансирования на протяжении четырех лет, я вам честно скажу, какой бы она ни была, независимости нет вообще никакой. Потому что вслед за государственными деньгами в любом размере придет счетная палата, госпиталь, инспекция, потом прокуратура и милиция. Это как следствие. И это тоже инструменты, потенциальные инструменты давления на вещателя регионального, государства, общенационального, неважно какого. Кроме всего, у нас еще есть дополнительный инструмент проверок. Это аудит, который выписан этим же законом. Идея здравая, понятная, правильная. Но, тем не менее, проверки в таком случае от общественного обещателя не будут уходить вообще никогда. Это сразу надо готовить целый этаж под проверяющих и вперед. Продолжение следует...